Здравствуйте! Американские власти рассматривают возможность создания нового сухопутного маршрута из стран Центральной Азии на мировые рынки через территории Армении и Азербайджана в обход России. И Китай сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление помощника госсекретаря США Джеймса О'Брайена. Страны, цитата, Центральная Азия невероятно богатые, и сейчас их единственные варианты выхода на мировые рынки, по сути, лежат через Россию или Китай. Если мы сможем открыть маршрут, который будет пролегать через Армению или Азербайджан, то они получат доступ к мировым рынкам и гораздо меньше будут зависеть от России и Китая, заявил дипломат. Ранее в июле заместитель помощника главы агентства США по международному развитию Анджели Кау заявила, что США, благодаря расширенному финансированию в 2025 году, могут стать надежной альтернативой России и Китаю для стран Центральной Азии. Планы по альтернативным транспортным путям в США строят давно. Проекту Тросека в обход России и Ирана уже лет 30. В прошлом году даже запустили пробный поезд из Китая, который шел две недели до Черного моря. Теперь решили прямо влезть в Среднюю Азию. Это уже война, если кто не понял. Правда, после потери Афганистана не очень понятно, как США намерены обеспечивать чисто военные аспекты этой экспансии через Пакистан, но там не будут очень рады этой войне. Ни Армения, ни Азербайджан не имеют выходов в Черное море. Так что геноцид, кстати, армянского населения Карабаха был абсолютно бессмысленным с точки зрения Америки дел. Даже ради Лачинского коридора, который пока же все равно никуда не ведет. Но тут появляется фигура, которую никто не называет. Турция, которая давно оперирует на этом пространстве. И давний союзник США на самом деле настолько надежный, что на ее территории американцы держат даже полсотни ядерных зарядов на базе Инжерлика. Про идею пан-тюркизма напоминать, наверное, не надо. Все в курсе. И единственным реальным противовесом в регионе этой экспансии является... Нет, не Россия. А Иран. Давно. Лет уже пятьсот. Не случайно же волна антимигрантского пиара, явно призванного вызвать в общественном сознании негатив к жительным в Средней Азии, почти не касается киргизов, казахов, узбеков. Все они тюркоязычные. А врагом номер один избраны почему-то мирные тихие таджики. Почему? Да потому что они персоязычные. Говорят на разных вариантах в России. Их, с точки зрения прогрессивного человечества, можно списать. Сильно кто-то в мире возмущался, что ли, во время кровавой гражданской войны в Таджикистане. А предпочитали не замечать. И сейчас конфликт с самым надежным союзником в РФ в Средней Азии. Кому? На руку-то. Про помощь каналу не напоминаю, но сердечно благодарю тех, кто несмотря ни на что. Напоминаю о репостах, это будет не лишним. Также про страницу в ЖЖ. Кратко. Глава Политбюро Хамас и Смаил Хания убит при атаке на его резиденцию в Тегеране. В РФ начался третий этап нестратегических ядерных учений. Доля россиян с избыточным весом за пять лет достигла 62,5%. Скончался первый заместитель командира 4-й бригады Народной милиции ЛНР Петр Бирюков, позывной Аркадьевич. Начинавший службу в 2014-м еще году командиром добровольного коммунистического отряда. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США защитят Израиль в случае нападения. Остин подчеркнул, что Вашингтон работает над снижением напряженности после убийства главы Политбюро Хамас и Смаил Хании в Тегеране. «Мы по-прежнему обеспокоены возможностью перерастания этого в полномасштабную драку», поделился глава Пентагона. Главу Хамас и Смаил Хании убили в Тегеране при помощи ракеты, выпущенной с территории Израиля. До этого министр по делам из Иерусалима и наследию Израиля Амихаил Лияху заявил, что ликвидация главы Политбюро Хамас и Смаил Хании является правильным способом очистить мир». Это цитата. Симптоматично, что израильский министр почти цитирует Геббельса. «А если бы Россия начала очищать мир? Ну, допустим, на территории Польши. Или товарищ Ким Чен Ы начал бы очистку мира где-нибудь в пригороде Токио? Израиль неплохо очистил мир от родственников Хании. 60 человек, включая сюда трёх его сыновей и несколько внуков. Думаю, у него были основания обижаться». Ну и ясно, что это дорога, в общем, в никуда. В Ярославле осветлили торговлю. Купить стало нечего. В Ярославской области жители начали сообщать о пустых полках с товарами в магазинах «Пятёрочки» и некоторых других. В правительстве области подтвердили, что в распределительном центре возникли проблемы с персоналом. В настоящий момент на распределительном центре Ярославской области наблюдается нехватка рабочей силы, связанной с отъездом рабочих мигрантов на родину. В июле в Ярославле сотрудники полиции ФСБ Росгвардии провели рейды по выявлению незаконных мигрантов, в том числе на объектах общего розничной торговли. По данным полиции, из 52 проверенных иностранцев 25 осуществляли трудовую деятельность в РФ. Незаконно возбуждены административные дела. А кадровый дефицит работников составил больше тысячи человек. И кем его покроют? Это вопрос к руководящим сотрудникам МВД, которые тут заявили, что пытаются осветлить некоторые регионы. Ярославль уже явно осветлили. Правда, теперь ни молока, ни минералки. Зато вокруг чистые арийские лица. Может, перебросить Росгвардию на погрузочные, разручные работы? Компартия Чехии и Моравии против нацистов с Украины. Чешский депутат Европарламента от Компартии Чехии и Моравии Катержина, конечно, выступил против приезда бойцов 3-й штурмовой бригады ВСУ в Прагу из-за их неонацистских взглядов. Цитата. Полк «Азов» – худшее проявление украинского национализма и неонацизма. Полк, основанный расистом, членом правосектора Андреем Белецким по прозвищу «Белый вошь», возглавляемый неонацистом и футбольным хулиганом киевского «Динамо» Денисом Прокопенко. Написала она в письме министру иностранных дел Чехии. Интересно. А почему не выступают против возвращения нацизма в Европу наши бывшие либеральные друзья? Почему только коммунисты, которых мы предали и продали? Предали коммунистов в Прибалтике. Теперь удивляемся, откуда там и порты. Предали коммунистов в Скандинавии, а теперь удивляемся возвращению финского и шведского нацизма. А уж чехам сам Бог велел. Уж Берлин-то пал, а Чехословакия все сражалась за идеи фюрера. Да и на Украине поддерживали Януковича, а не Симоненко и Компартии. Ну и как? Успешно? Теперь украинских коммунистов физически вырезали. Продолжение следует... Продолжение следует...